В 2016 году разработчики наконец-то додумались, как правильно реализовать жанр моба на консолях. Далой изометрический вид в топку Guardians of Middle-earth, ведь на рынок вышли серьезные ребята с амбициозными планами. В их числе студия Gearbox Software, которую вы знаете как создатели серии Borderlands. Эти ребята понимают толк в харизматичных шутерах от первого лица, но в своей новой игре Battleborn они решили отойти от канонов жанра, смешав кучу стилей и приняв парочку неоднозначных решений. Вообще, что такое моба? Эта аббревиатура расшифровывается как Multiplayer Online Battle Arena, и у этого жанра очень размытые понятия. В идеале, две команды игроков должны сражаться друг с другом за разных героев, чтобы разрушить главное вражеское строение. Исходя из такого описания, Paragon – самая правильная моба, а Overwatch к этому жанру вообще не имеет никакого отношения. Battleborn, в свою очередь, расположился посередине. В зависимости от режима, это может быть либо моба, либо соревновательный мультиплеер с захватом точек, либо вообще сюжетная PvE игра. И в этом вся прелесть Battleborn. В этой игре есть чем заняться. Взять хотя бы героев. Их в Battleborn аж 25, и больше половины изначально заблокированы. В чем-то это даже плюс, потому что пока вы будете открывать более продвинутых персонажей, выполняя определенные действия, вы поймете механику игры, ознакомитесь с режимами и начнете правильно планировать развитие героя. Но, кстати, то, что боец открывается чуть ли не в самом конце, не делает его сильнее остальных. На самом деле, в Battleborn решает командная работа и прямые руки, но и от прокачки зависит очень многое. Их тут аж три штуки. Прокачка профиля, внеигровая прокачка персонажа и внутриигровое развитие героя через древо навыков Helix. Последние особенно интересные, ведь каждый матч Battleborn вы начинаете с нуля. Убивая героев, крипов и выполняя задачи, вы поднимаете себе уровень, что позволяет выбрать один из двух представленных вариантов развития. Например, на седьмом уровне лучнице Торн можно либо повысить меткость на 50%, либо увеличить высоту прыжка, и в разных режимах против разных врагов лучше подходит какой-то один вариант. Вообще, очень важно понять, какой герой лучше для конкретного режима. На выбор есть захват, где надо удерживать три ключевые точки, вторжение, где вместе с крипами нужно толкать линию и уничтожать вражеских стражей, переплавка, где нужно сопровождать крипов к специальным вратам, ну и сюжет. В нем всего 8 эпизодов, и выполнены они полностью в духе Borderlands. Только вот оружие не падает. Но, как ни странно, шмот в Battleborn есть. Он открывается в главном меню через специальные наборы. Это примерно как бустеры в Hearthstone или Overwatch, только тут вам предлагают увеличить скорость перезарядки там на 20%, немного поднять урон или прочее незначительное улучшение разного качества. Вы можете создать себе пресет из трех таких шмоток, и потом, чтобы они заработали в игре, их нужно еще купить на кристаллы. А эти же кристаллы можно потратить на постройку оборонительных вышек, поэтому тут важнее решить, что будет лучше для команды. В начале обзора я упомянул неоднозначные решения, принятые для Battleborn. И, наверное, самое странное – это дизайн игры. При создании Battleborn гирбоксы вдохновлялись играми и аниме 80-х годов, поэтому тут все такое яркое, непривычное и мультяшное. Посмотрите только на этих героев. Вот что это такое? Кто это? А это вообще что за покемон? Кто это покемон? Это Пикатю! 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 Я выберу тебя! Это Пикатю! Глядя на персонажей, трудно даже предположить, что они умеют, поэтому перед началом игры рекомендую пройтись в меню по каждому бойцу и почитать о его роли и навыках. Сравнивать Battleborn с Overwatch как-то неправильно, потому что это далеко не типичный шутер от первого лица. Тут очень много героев ближнего боя и есть даже сплит-скрин. Но это все равно будут делать. И вряд ли у Battleborn будет такое же наследие, как у Borderlands, потому что это слишком не массовая игра. Она глубокая, сложная, разнообразная и очень странная. Хорошо, хоть русские субтитры завезли. К тому же Battleborn идет при 30 кадрах в секунду и иногда даже умудряется проседать. А еще тут всего по две карты на каждый режим и далеко не самая удачная сюжетная кампания, потому что ее завязка, лор и вся вот эта проблема с уничтожением планет вообще не играют никакой роли. Задания там скучные, затянутые и имеют очень дебильную систему подбора эпизодов. Хорошо, хоть при подборе игроков в мультиплеере показывает, кто играет вместе с друзьями. Увидев неравные силы, вы можете просто начать подбор заново, но если вы все-таки стартанули и признаете неминуемый проигрыш, можно просто проголосовать за капитуляцию. Выходить из игры не вариант, потому что вы не сможете начать новый матч, пока не закончится предыдущий. А наш обзор мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, делитесь роликом с друзьями, ну и до встречи на PS3Hits.ru Субтитры сделал DimaTorzok